Откровенного говда сейчас уже никто не делает, в принципе. И сейчас нельзя там придраться к этой машине, сказать, что фу, какое говно. Нет, хорошая, качественная машина. Вот это я понимаю, да. Ёпэ, рэсэ, тэ. Ну ничего, даже тем интересней. Но хочется задать вопрос инженерам. Где лака? Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале ОМЗАП. И с вами я, Роман. Есть много разных удачных, менее удачных автомобилей Kia. Но в любом случае у нас есть автомобиль, который по праву занимает вершину инженерной мысли инженеров Kia. Это Stinger. Так давайте же попробуем прокатиться и посмотреть, что же из себя представляет этот автомобиль. Хотя интернет уже кишит видеороликами о его динамике, о его внешних характеристиках, внутренних характеристиках. Мы же сегодня с вами просто прокатимся и попытаемся получить удовольствие от вождения и от внешнего вида этого автомобиля. И насладиться теми ощущениями, которые мы получим, катаясь на этом автомобиле. Итак, вперед, поехали. Да, этот обзор именно о Kia Stinger. И взбегая вперед, скажу, что в максимальной комплектации этот автомобиль стоит от 3 миллионов рублей. А за эти деньги ты можешь купить себе и Mercedes, и BMW, и целую VAC-группу. Так давай же посмотрим и рассмотрим, что же можно взять за эти 3 миллиона. Ты даже сегодня увидишь G70. Мы тебе об этом немного расскажем. 3 миллиона рублей. Только подумай об этом. Это заявка уже на премиум класс. И у тебя, только представь, есть эти деньги. Так давай же обратимся к одному из законодателей моды в премиум классе. А это Cadillac. Да, 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 я знаю, что именно ты мне сейчас напишешь в комментариях о том, что эти автомобили не сопоставимы. Но у них есть два, несомненно, одинаковых качества. Это полный привод и цена в 3 миллиона. Так пойдем и посмотрим, что есть у Cadillac. То, что в тест-драйве автомобили всегда находятся в максимальной комплектации. Но отметить хочется следующее. То, что Cadillac в дешманской комплектации всегда на коже. И дешманская комплектация Cadillac это практически самая богатая комплектация Kia. Так что за дешево у нас будет практически то же самое, что и здесь в Cadillac. Хотя, безусловно, мы не хотим сказать, что машина там полный отстой. Нет, конечно, машина хорошая, качественная. И материалы здесь использованы достаточно хорошие для Kia. Но когда после Cadillac садишься в Kia, понимаешь, что это немножко другой мир. И ты из другого мира сел. Не, ну здесь в любом случае, да, вот даже сравнивая салон один с другим, да, ну, небо и земля. Здесь как-то, садясь туда, как-то прямо впадаешь в отчаяние. Сейчас здесь едешь и так думаешь, да, жизнь-то удалась на самом-то деле. Все так приятно и хорошо. Он в полном приводе, естественно, проекция. Три миллиона, да, Горьбин? И Stinger в максимуме, да, три миллиона у нас получается. Ну там мотор будет на 300 сил, швы шесть. Но здесь в максимальной комплектации он будет еще дороже. Три... Самый, самый. Самый жир. Да, 247 у нас будет стоить 360. 360. Ну вот в принципе и думай, да, зачем тебе нужен Stinger, когда есть. Да. Хотя машина тихая, действительно в салоне тихо, не шумит. И руль достаточно приятный. Но все равно вот эти вот ощущения, когда ты смотришь, вот эта пластмасса вот на эту дешевую. Ну как-то совсем уже грустно становится. И самое-то обидное то, что цены изменились достаточно сильно. И если раньше, вот сейчас разгонимся. Не уступает по... Вернее, Кадиллак не уступает Optima. Тьфу. Кадиллак не уступает Stinger, потому что мы только что посмотрели Optima, человек купил. Пообщались с ним пару минут. Вот. Сейчас выйдем на дорожку, проверим динамику, сравним со Stinger. Главное, чтобы не отваливались камеры у нас. От крепления. Потому что динамика здесь хорошая. Если сравнивать со Stinger, опять же, у Stinger, да, в максимальной комплектации мотор трехлитровый. Здесь только двухлитровый мотор. И мощность снижена до 200 лошадиных сил. Порядка 199,9. Вот так вот позиционирует. Потому что это сделано специально для того, чтобы по налогам машина проходила. И возили сюда ее не так дорого. И вот у нее первоначально, как только ее сюда ввезли с таким мотором и с такой мощностью, она стоила до трех миллионов. Но, к сожалению, это продлилось блаженство недолго. Сейчас цена поднялась. К сожалению. Но, опять же, вот сравнивать-то нельзя. Самое-то еще интересное здесь есть, что зеркало заднего вида. Вот что, значит, лакшери, да, отличает одно от другого. И у К5 есть монитор. И камера заднего вида. И здесь камера есть в зеркале. Можно включить и посмотреть. Обратите внимание, качество, разрешение. Почти Full HD. И в сравнении, ну, Stinger, не знаю, только для тех людей, которые хотят на улице погонять. Но, опять же, не для погонять эта машина. Она не дает тех ощущений, которые ты думаешь получить, покупая вот автомобиль такого класса. У меня потому что у самого была дизельная Kuga Ford. Там был двухлитровый турбированный мотор. И там динамика разгона, но она сопоставима с этой. Я бы не сказал, что там совсем отстой полный. А здесь ты садишься, вроде, да, машина стоит там 2,2 миллиона и выше. А ощущение, как от обычного автомобиля, который стоит там полтора миллиона, грубо говоря, или там миллион двести. За что деньги-то заплачены? Вот в чем вопрос. Напиши в комментариях, чтобы ты купил за 3 миллиона рублей. Давай помечтаем. 3 миллиона рублей. Да? И есть вот автомобиль. И есть Stinger. Вот мне очень понравилась Santa Fe, кстати. Я бы на ней, да, хотел поехать куда-нибудь в путешествие на автомобиле. И вот на Кадиллаке. Прям вот. И по ощущениям приятная, но очень хорошая машина. Очень. Ну ничего, даже тем интересней. Собственно, налево на газ, тормоз до упора, да. Газ до упора, где-то тысяча двух с половиной, в принципе, на 20,5 мм. Вот это я понимаю, да. Наверное, все-таки у нас был какой-то Stinger недоделанный. Либо убитый был. Там был пробег под 40. А здесь пробег-то, наверное, 1177. Тут, разумеется, есть все эти круиз-контроли адаптивные. Ну да, проекция есть. Это все по умолчанию присутствует. Средний расход у него такой. Скажу так, в данной комплектации при спокойном стиле влаждения расход был там порядка 10 литров плюс-минус. По городу? Да, это по городу. Если я рассматриваю там более агрессивный стиль влаждения. Ну, понятно, там будет больше. Там порядка 13-14 литров получается. Опять же, будет все зависеть от того, где гонять, как гонять. Мы все сравниваем со Stinger'ом и пытаемся понять, кому может прийти в голову, да, имея там на руках 3 миллиона рублей, купить Stinger. А, кстати, кто у вас покупает эти машины? Целевая аудитория? Скажу так, ну, спрос фоциально большинство, это все-таки молодые ребята, молодые семьи. Там пара, пара уже с маленьким ребенком. Но так же бывают такие клиенты, которые вам нужно что-то яркое, что-то выделиться, которые до этого там владели. Либо какие-нибудь мини, либо альфа-рамной, вот эти же самые. Они покупают обилие, какие-то более яркие цвета. В основном молодежь берет. Задумчивая она. Если в Кадиллаке на педаль нажимаешь, там, ну, очень короткое время думает машина, потом переключает передачи, то здесь период задумчивости гораздо дольше. Она дольше думает и как-то не так передачи подбирает. Нет такой динамики разбора. Хотя она опять же, видите, встает, ставишь ее в спорт, потом зажигание выключаешь, заводишь, она у тебя опять в комфорте. Вот сейчас у нас опять спорт режим. Сейчас отпустим машину, попробуем разогнаться. Педальку в пол. Ну. Три, два, один, старт. Вот думает раз, 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 а потом только наваливает. Едет, конечно, но Кадиллак поприятнее. Возможно, бедность Стингера, оговорка по Фрейду, возможно, бедность Стингера и аскетичность салона, который там присутствует, связаны с тем, что если эта машина позиционируется как Гран-Туризма, то для Америки Гран-Туризма, он никогда не был лакшери. Это всегда была максимально простая комплектация автомобиля, но с максимально мощным мотором. Возможно, поэтому Стингер был сделан таким, каким он сейчас получился. Но в любом случае, тогда машина-то не должна претендовать на премиум-класс и стоить там практически 3 миллиона. Ну, максимальная комплектация имеется в виду дешевле, то можно и с более дохлым мотором взять, с таким, как у нас, который не едет нифига. А ты-то ожидаешь от машины, что это Гран-Туризм, ты на педаль в пол нажал, тебя вдавило в сиденье, и ты поехал. А на самом деле получается все немножко наоборот. Откровенного говда сейчас уже никто не делает, в принципе. И сейчас нельзя там придраться к этой машине, сказать, что фу, какое говно. Нет, хорошая, качественная машина, пластмасса хорошая. Опять же, сравнивая Кадиллак, там кожа, здесь пластмасса. Но хочется задать вопрос инженерам Кадиллака. Какого хрена вы допустили не просто косяк, косячище? Вот это вот, что такое? Вот почему я, человек с тремя миллионами рублей, должен делать это пальцем? Почему в эту сторону я его двигаю, а в обратную сторону он видит обратно? Неужели нельзя было сделать автоматически? А? Товарищи, инженеры, косяк. Непростительный для Кадиллака. Но опять же, это все только чисто такие субъективные ощущения. Кому-то может и Кадиллак не нравится, сказать, что фу, какая гадость, ваша заливная рыба. Ладно, мы обратно возвращаемся в Мерке, едем и получаем удовольствие, пытаемся в этом случае. Полный привод, мощный мотор. Хотя, эта же платформа заднеприводная, да, а поскольку у нас погодные условия достаточно разнообразны, и большую часть года у нас холодно, а снег лежит и скользко на дороге вообще практически полгода. И поэтому, если бы здесь был задний привод на такой мощный, с таким мощным мотором было бы тяжело ездить. Поэтому в этом, в этой комплектации предусмотрен задний, полный привод. Но это, естественно, удорожает автомобиль. И опять же, получается у тебя 2,2, 2,3. Это вот такая комплектация, как у нас, где водическое сидение, электрическое, пассажирское сидение, механическое просто. Руль вот такой вот, пластмассовой, проекции нету. Достаточно все, простенько. К нам сегодня приехал автомобиль Kia Stinger как раз такого же цвета и с таким же мотором, как и на обзоре. И владелец как раз попросил посмотреть на задиры, есть ли они или нет, сделать эндоскопию. Так давайте же сейчас это сделаем и посмотрим. Ну вот, сравним, что появляется в двигателе на пробеге порядка 40 тысяч километров. Первый цилиндр, опускаем эндоскоп. Нагар на поршне, на днище есть. Стенки. Так. Это у нас, вот у нас холодная сторона. Сейчас. Слушай, прекрасный хон. Разворачиваем на горячую сторону. Йопа, РСАТ. Вот она, шляпа. И это первый цилиндр. Сейчас заглянем в четвертый. Главное, обратно вытащить. Как горячая сторона. Давай сразу посмотрим. Слушай, вот здесь вроде чисто. Дергается, конечно. Все равно есть, да, вот они, близкие. Начало положено. Тысячам к 80 будет гораздо больше. И это 40 тысяч. Это фиаско, братан. Обидно, конечно. Тут вопрос такой философский. Если бы это был мой личный двигатель, допустим, да, я бы понимал, что вот эта штука уже началась, ее не остановить. их не должно быть. Ладно, во второй и третий заглядывать не будем. И так все понятно. Финалочку сейчас скажем после всего увиденного. В завершении нашего сегодняшнего обзора мы получили небольшую отрицательную эмоцию. Даже, я бы сказал, очень большую отрицательную эмоцию. Потому что так совпало, что сегодня приехал владелец такого же автомобиля и попросил сделать эндоскопию. Так как он наслышан, о задирах на корейских автомобилях. А поскольку здесь стоит G4KL, это прямой наследник G4KD, только турбированный, соответственно, владелец попросил сделать эндоскопию. Что мы и сделали. И увидели там задиры на 40 тысячах. Правда, начало, но понятно, что с такими задирами к 80 или к 100 тысячам придется ему сделать капитальный ремонт и двигатель начнет стучать. Внешний автомобиль красивый, никто же с этим не спорит. Он и внутри комфортабельный. Пускай он там по динамике проигрывает всяким Шкодам, Ауди и кому он там еще проиграл-то. Самое главное, забыл сказать со всеми этими расстройствами. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. С вами был я, Роман. До новых встреч пофильной. До новых встреч пофильным. Субтитры сделал DimaTorzok